Дорогие друзья, всем привет! Если честно, я поражаюсь разнообразием типа людей в игре Brawl Stars. Кто-то копит сундуки для того, чтобы кто-то их открыл, кто-то копит сундуки для того, чтобы их самому потом открыть, кто-то аппает кубки маленьким уровнем, кто-то просто аппает кубки высокие, а кто-то сливает кубки такие, как Пенкиллер. На аккаунте Пенкиллер сейчас 1234 кубка, и это он их слил. Если вам посмотреть вот в профиле на рекорд, то можно увидеть, что у него максимум трофеев 10158. Зачем это делать? Я понимаю, когда ты словил тильт, я понимаю, когда ты там, ну реально сливаешься, но когда ты это делаешь целенаправленно, у меня вопрос, все ли у тебя в порядке с головой? Ну это, если честно, шутки, но на самом деле это по фану. Я когда-то тоже подобную тему замутил в Clash Royale, я слился до самой первой арены, а потом просто на стриме все это поднимал. Друзья, давайте так, если этот ролик соберет, не, это много, это я знаю, что это много, но я это сделаю, если этот ролик соберет 50 тысяч лайков, я солью себе на аккаунте всех, на всех персах кубки, и потом постараюсь за 1-2 дня всех, ну за 2 дня это нереально, за неделю постараюсь их всех вернуть. То есть такая жесткая, жесткий такой челлендж будет, ну если мы соберем полкинник лайков на этом ролике. Поэтому прямо сейчас поставь лайк, прямо сейчас подпишись на канал, если хочешь такой ролик с моим аккаунтом. Что же сподвигло вообще, что пришло в голову этому пейнкиллеру, чтобы вот это замутить? Да все просто, ребята, он вдохновился вот этим, ребята, игроком. Этот игрок слил с 15 тысяч кубков до 934. Ну он пожестче слил, хотя вот он приблизительно так же, но у него было больше трофеев. И он хотел войти в там, я не знаю, в какой-то рекорд, в историю, я не знаю, но мне не получилось связаться вот с этим челом, чтобы записать на его аккаунте ролик. Поэтому пейнкиллер говорит, а давай я повторю то же самое, что и сделал он. Я говорю, если тебе не впадло, давай. Друзья, у пейнкиллера есть свой ютуб канал, подписывайтесь, потому что он будет в ближайшие дни пушить обратно 10 тысяч. Если вам интересно, как он это сделает за ближайший, кратчащий срок, ссылка на канал в описании. Ребята, рекламная пауза, и сейчас немножечко пофанимся. Итак, вы, наверное, удивитесь, но... Панкеллер сказал, что сливать кубки гораздо сложнее, чем поднимать. Вот уж так задача, да? Вот для меня нет, для меня несложно сливать кубки, но это все хихоньки да хахоньки. На самом деле, понятное дело, что на высоких кубках проиграть легко, а выиграть сложно, а на низких кубках наоборот. Выиграть легко, а проиграть сложно. Я вам сейчас это продемонстрирую. Вот если взять какого-то перса, допустим, с 20 кубков, вот давайте... Вообще, давайте посмотрим на лог поединка, друзья. У него в логе поединка, вот видим, что он 9-ю позицию занял, тут 6-ю, хотя за 6-ю ему плюс 1 дали. 7-я, 9-я, 9-я, поражение, победа, победа, поражение, победа, поражение, поражение, поражение. А, ну тут уже поражение, пошли, постарался. Ну вот, допустим, я возьму, давайте, вот самого... Вот где мне меньше всего трофеев на Биби? Ну, Биби однозначно, ну невозможно слить. Вот Биби, я не знаю, невозможно и одну катку слить. Давайте возьму просто вот этого челика, пойдем в карту валуны и попробую хотя бы одну катку проиграть. Получится ли у меня это сделать? А после этого я пойду попушу немножко кубки на самом... На самом ненавистном персонаже для меня. Это Мортис. Ну, сейчас все увидите. Так, а ну, попробуй меня убить, Динамайк. Я даже стою не двигаясь. О, нифига, получилось, смотрите. И сколько дадут минус кубков, давайте? Слушайте, а давайте попробуем на Биби. Что-то легко. Ноль! Ноль! За десятое место ноль. Все, неважно, выиграл ты или проиграл. Так это я еще десятым умер. А если бы я чуть... Чуть дальше бы... Ну, умер там седьмым бы восьмым, мне бы дали плюс кубки. То есть, понимаете, двадцать кубков, это уже все ниже перса, к сожалению, не сольешь. Вот. До двадцати кубков можно опускать любого перса. Ну что ж, ладно, блин, прикольно. Он все равно слил тысяч... Ну, блин, один, два, три, четыре. Я думаю, что это даже лучше, чем еще ниже. Ну, слил бы он там сколько... Если... Сколько у нас перса в игре? Давайте даже посчитаю. Двадцать семь перса в игре. Допустим, по двадцать... Сколько? Двадцать восемь кубков. Умножить на двадцать восемь. Ну, до семиста бы он слил. Ну и что? Какая бы разница была? А так, один, два, три, четыре. Красивое число. Ну, что ж, ребятки. Вот с этим парнем я сейчас хочу поиграться. Мне интересно, на таких кубках... Я затащу и на Мортисе... Я на этом персе хуже всего играю. Я вообще сам по себе, ну... Ну, вы знаете, да, вы любите меня обзывать. Я плохой игрок. Но с Мортисом я, блин, ну, хуже всех игроков в мире просто. Вот, ну, хуже игрока не найти. Вот только я на Мортисе. Вот шо... Шо происходит? Блин, ребята, кстати, по поводу вот этих сейчас микролагов. У меня... Что-то с интернетом происходит. Я вчера на стриме лагал весь стрим. Нет, три раза рестартнулся стрим. И перед сном не мог ничего посмотреть. Не знаю, что произошло с интернетом. Надеюсь, что сегодня будет стрим нормально, не лагать. Смотрите, если я сейчас проиграю Динамайку на таких кубках, это ГГВП, бан на 60 лет и удаляю игру. Серьезно. А, все нормально, я не проиграл. Блин, если бы я проиграл на таких кубках, все. Я согласен... Я согласен свой основной аккаунт отдать кому-то. Просто не позориться, создать новый и отдать аккаунт кому-то из вас. Но мы такой челлендж не запустили. Вначале, кстати, скоро ролик с челленджем будет. Оу, щет, оу, щет, оу, щет, оу, щет, оу, щет. Оу, щет. Ай, 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 ай. А давайте, ребята, реально челлендж на таких кубках. Если я не возьму там подряд, допустим, 5 каток топ-1. И я там отдаю вам свой аккаунт или же... Ну, что-то такое серьезное. Придумайте какое-то наказание. Блин, ну... На Мортисе на самом деле топ-1. Вот, допустим, как я против Розы буду сражаться? Не, ну тут топ-1 я не возьму однозначно. Вы сами видите все. Опа, ну топ-2, топ-2 меня устраивает. Не, ну Розу бы я не убил. Как бы я это не хотел и не старался. Плюс 8 кубков. Слушайте, а кубки дают так же, как и за... На высоких. Что-то... Типа... Ну, хотя бы на низких кубках побольше давали. Так. А ну-ка, давайте на Шельке сыграем. Или на Шельке будет слишком просто. На ком бы можно еще... Дэриал есть. На ком сыграть что-то прям по трэшу так? Ворон, Динамайк, Брок. Да блин, не, наверное, хуже... Хуже Мортиса я... Ну, ни на ком не играю. Вот Мортис это для меня самое хуже... Худшее, что можно придумать. Ну, давайте на Мортисе... Бррр... Я не знаю. Ну, придумайте. Хотели бы вы еще один ролик на этом аккаунте с челленджем? Ребятки, поддержите. Ну, лайки я не знаю. Лайки уже не определить. Сколько лайков набрать. Я попросил 50 тысяч лайков, если слить себе всех персов. Напишите комментарий. Да, хотел бы еще... Что происходит? Э, интернет. Что происходит с интернетом? Реально, ну, вот это... Вот это нездоровая херня. Вот это мне не нравится. Три раза вчера упал стрим. Три раза. Чтобы вы понимали, за последнее время, когда я себе купил нормальный роутер, за полгода это впервые такое. Вот все было хорошо до вчерашнего момента. Что происходит, не знаю. Вроде пополнял счет. Все было отлично. А шо это не динамайки? Тупо одни метатели, лол. Да что такие низкие кубки? Надо посмотреть, кстати, какие бойцы мне подбираются. Сейчас заценю. Так, мне бы этот ролик закончить, то я хочу разобраться с интернетом. Серьезно, позвонить провайдеру, сказать... Эй, ты че там, алло? Ты вообще в курсе, сколько ты людей подставляешь? Со своими лагами. Короче, если вы хотите еще один ролик, где я играю с челленджем, допустим, на низких кубках. Мне надо задание, там, допустим, пять раз взять топ-1 на каком-то персонаже. Ну или три или четыре раза. Вот. И наказание придумать. То напишите, да, я хотел бы еще такой ролик. Вот. Придумали наказание. Ну, вы видите, да? То есть я могу и не взять топ-1. Я вот сейчас проигрываю. Ну, лайков надо, ну, минимум, двадцать тысяч плюс, чтобы еще повторный ролик записать. Ну, лайки на самом деле могут набраться не в зависимости, хотите вы этот ролик или нет. То есть мне надо понять, что вы реально хотите еще такой ролик на этом аккаунте. Напишите комментарий лучше. Если будет много комментариев, если... А знаете, как еще лучше сделаете? Смотрите. Кто-то пускай напишет. Да, Холдик, я хочу, чтобы ты записал еще такой ролик с челленджем, с каким-то крутым наказанием. Наказание можете придумать вы. Я выберу. Типа, взять там пять раз топ-1 и вот такое вот наказание, если не возьмешь. Я выберу наказание, запишу на этом аккаунте. Ну, типа, на низких кубках я настолько нуб, что не смогу это сделать. Или же все-таки я смогу это сделать? Вот. И с наказанием. И смотрите, как мы сделаем. Если, допустим, ну, комменты, они могут быть рассеянным, там может быть все, что угодно, я могу не найти эти комменты. Давайте так. Если вы увидели комментарий какой-то, да, Холдик, я хочу, чтобы ты, допустим, сыграл на этом аккаунте и выиграл там пять каток топ-1 с челленджем, то лайкните этот комментарий. Если комментарий залайкают такой, или много комментов я увижу, я пилю еще один видос. Но обязательно поддержите лайком и подпишитесь на канал. Я бы... Я бы пофанился. Я бы придумал какое-то наказание. Только надо придумать наказание. Реально. Покреативьте, ребят, какую-то идейку такую. Жесткую. Ну, не сильно жесткую. Пока он не вернул кубки. Пока он не вернул кубки, я могу еще один видос записать. Типа, реально, челлендж пять каток топ-1. Подряд. На таких кубках. Если не смогу, выполняю какое-то наказание. Давайте такое не жесткое. То есть, подсельсионалосу я уже реально не готов. То есть, такие жесткие... Покрасить волосы еще ладно, но это прибережем идейку для следующих роликов. Придумайте. Подписывайтесь на канал, ребятки. Спасибо вам за просмотр, за лайки. И подписывайтесь на канал пэнкиллера. Посмотрите, как он будет возвращать 10к. До новых встреч. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok